В Уфе Тимашевский переезд откроют позже запланированного срока. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии. Ульфат Мустафин поинтересовался у подчиненных о ходе строительства путепровода. В ответ чиновники признали, что уложиться в срок не получается. Мы договаривались, в конце июля открываем Тимашевский путепровод. Срок обозначен, когда мы его открываем? Мы в качестве предложения предлагаем 9 августа, Ульфат Масурш. То есть не закончено? Июля мы сдать не можем? Земполотно там, потому что высота на особе почти 9 метров, оно стабилизировалось буквально на днях. Сейчас мы полным ходом дорожную одежду собираем, асфальтируем, щебень стелим. Мы предлагаем 9 числа, это будет пятница, значит, техническое открытие с вашим участием. Хорошо. Строительство путепровода было начато в 2016 году. Сейчас завершаются работы по устройству подъездных путей. Сам переезд практически готов. Его стоимость оценивается в 1 миллиард рублей. Также на оперативном совещании чиновники отчитались о состоянии детских игровых площадок во дворах домов. В Уфеях почти 1900. Они оборудованы семью тысячами различных конструкций. Количество сертифицированных элементов детского оборудования составляет 5312 единиц. Количество несертифицированных элементов детского оборудования составляет 1585 единиц. Несертифицированными считаются элементы детского оборудования, установленные до 2012 года. Как отметил чиновник, в рамках реализации программы «Башкирские дворики» в Уфе установят 38 игровых площадок, 46 спортивных комплексов и 3 хоккейные коробки. В свою очередь Ульфат Мустафин поинтересовался отношением жителей к проводимым работам. С жителями находимся в постоянном контакте, слышим их пожелания, требования и стараемся устранить. Во время оперативки мэр сделал неожиданное заявление. Он разрешил торговать овощами на улицах города. Однако это касается только определенных слоев населения. Из дачи, с огородов своих будут начинать торговать наши жители, особенно пенсионеры, бабушки, дедушки. Но не надо запрещать, пусть продолжают. Ульфат Мустафин лишь отметил, что необходимо создать условия для уличной торговли пенсионерам. Он поручил чиновникам подобрать подходящие места. На следующей неделе они уже должны отчитаться о принятых мерах. Рустам Нурешев, Эльдар Каюмов, Городской телеканал ЮТВ.